Большинство из нас рассматривают пищу исключительно в качестве источника энергии, а также белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Однако за последние десятилетия в научном мире все большую значимость приобретает восприятие пищи как инструмента взаимодействия пищевых веществ с нашими генами. Речь идет о воздействии пищи на так называемую эпигенетическую экспрессию, а именно на то, как гены реализуют свое действие. Но считается, что таким путем факторы питания могут повлиять на риски развития диабета, ожирения и других хронических заболеваний. Как это может происходить? Здравствуйте, меня зовут Алма Шарман, я являюсь президентом Академии профилактической медицины членом Американской Ассоциации Здравоохранения. Сегодня мы поговорим о новом взгляде на питание в качестве источника информации, которую мы даем нашему организму. Информацию для наших клеток и тканей вплоть до молекулярного уровня. Ну вот принимаемая нами пища посылает сигналы от окружающей среды нашим генам, который в свою очередь видоизменяет свои сигналы по тому, каким образом должен функционировать наш организм. Важно отметить, что речь не идет о генетических изменениях. Пища не изменяет структуру ДНК наших генетических молекул, но она может повлиять на то, как наши гены реализуют свою функцию в организме через белковые и другие молекулы, посредством того, что называют эпигенетической экспрессией. Таким образом, пищу следует рассматривать в качестве информации, с помощью которой мы можем диктовать поведение своим генам. И это должна быть правильная информация, направлена на то, чтобы поддерживать наш организм в здоровом состоянии, вместо того, чтобы оказывать разрушающие действия, вызывая болезнь. Употребляя большое количество сахара, соли, насыщенных жиров, мы даем организму, а именно нашим генам, ложную информацию, из-за которой, например, синтезируется излишнее количество гормона инсулина, ведущая к нарушению жирового обмена со всеми вытекающими из-за этого последствия. Разумную информацию наш организм получает, если мы употребляем в пищу больше цельных овощей, фруктов, а также кисломолочных и других полезных продуктов. Благодаря такому питанию можно, например, снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 8%, что эквивалентно предупреждению полутора миллионов смертельных случаев во мире. И это не говоря об уменьшении рисков развития рака, диабета, деменции и других хронических заболеваний, а также меньшей предрасположенности к тяжелому течению коронавирусной инфекции с летальными исходами. Важно подчеркнуть, что речь идет о цельных овощах и фруктах и в целом о здоровой пище, а не об отдельных пищевых компонентах. Я убежден, что только целостное восприятие здоровой пищи может дать ключ к устойчивому здоровью и снижению рисков заболеваний. Полноценная разнообразная пища является лучшим источником витаминов и минералов по сравнению с капсулами и таблетками, в которых они упаковываются, представляются в виде магических средств для оздоровления и предупреждения многих болезней. Витамины и минералы, а также другие биологически активные ингредиенты пищи реально эффективны лишь во взаимодействии между собой, а это возможно только в составе полноценной пищи. Ну, такое сравнимо с оперной звездой, самостоятельное выступление, которое может впечатлить, но не настолько, как если бы она выступала с первоклассным оркестром. То есть для каждой биологической активной добавки нужен достойный антураж в виде здоровой разнообразной пищи, причем подобранной специально под наши индивидуальные особенности. Нынешняя пандемия заставила каждого из нас серьезно задуматься о собственном здоровье, причем не только о предупреждении хронических болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. Их можно не только предупредить, но и эффективно управлять ими с помощью питания. И этому есть убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что значительную часть лекарств можно заменить, правильно выбирая еду. Более того, во время пандемии многим впервые пришла мысль о том, что с помощью питания можно существенно снизить уязвимость к заражению коронавирусом и даже ослабить тяжесть течения COVID-19. И это может касаться не только нынешнего коронавируса, но и будущих пандемических угроз. С вами был Алмаз Шарман, Берегите себя и близких. До следующих встреч.